Четвертый канал Первый коммерческий телеканал Екатеринбурга Основан в 1991 году, телеканал вещает на 26-й дециметровом телевизионном канале. В 1990-е годы была партнером телесетей RNTV, НВС и ТНТ. С 1 февраля 2010 года по 31 декабря 2011 года являлся сетевым партнером бывшего телеканала «Семерка». С 1 января 2011 года Четвертый канал отказался от большинства программ, производимых продакшн-студиями Екатеринбурга, оставив в эфире программы собственного производства и продукт сетевого партнера бывшего телеканала «Семерка». С ноября 2003 года по 31 января 2010 года и с 1 января 2012 года по 31 марта 2015 года Четвертый канал работал без сетевого партнера. Исключительно на собственном вещании. В январе 2012 года появилось официальное подтверждение продажи Четвертого канала ГУП по Свердловской области «Монетный щебеночный завод». С 1 апреля 2015 года Четвертый канал вновь работает с сетевым партнером Федеральным телеканалом «Пятница». Программы телекомпании помимо Екатеринбурга распространились и на другие города Свердловской области. Однако после того, как Четвертый канал ушел со спутника в 2010 году, его вещание ограничено Екатеринбургом и ближайшими населенными пунктами. История телеканала 1991. Основание. Появляется еженедельная музыкальная программа «Хит Хаус» с Сергеем Мишином и Алексеем Амелько. 1992. Появляются ежедневные пятиминутные программы «Тик-так» от Иннокентия Шеремета. 1993. Появляются несколько программ познавательного плана. Привоз «Новости бизнеса» и спортивная программа «Стадион». 1994. Выходит в эфир детская программа «Телебом» с Андреем Скоповым и Вороной Капитолиной. 1995. Выходит в прямой эфир программа «Утренний экспресс», а также программа зарубежных новостей «212 по Фаренгейту». 1996. Выходит программа «Стенд», ведущими которого становятся Мстислав Захаров, Евгений Енин и Наталья Лимонова. 1997. Четвертый канал становится сетевым партнером «Тенте». Выпуск новостей стал часовым. 2000. Проект четвертого канала «Телебом» смотрят зрители более 500 городов России. Детскую программу из Екатеринбурга транслирует ТНД телесеть и НТВ+. В новом телевизионном сезоне появляются «Взрослые игры». 2003. Сетка вещания «Четверки» делится на три основных сегмента «Ваше утро», «Ваш день», «Ваши планы» на вечер. 3 ноября 2003 года. Четвертый канал отныне вещает самостоятельно. 2005. Утреннему «Экспрессу» исполнилось 10 лет. Апрель-май. Выходит программа «Метеоэротика», «Музыкальная беседка», «Любовь» с первого чата, «Дежурные по городу», «Экспресс-здоровье». 2006. Телекомпании исполнилось 15 лет. Проведен пятичасовой телемарафон со Светланой Сорокиной, на котором обсуждались проблемы детей-сирот и детей с тяжелыми заболеваниями. Во время телемарафона зрители «Четвертого канала» пожертвовали 380 тысяч рублей для детей, которым требовалось срочное дорогостоящее лечение. По итогам акции по сбору детских подгузников для социальных центров, в которых содержались дети до третьих лет, было собрано 1500 упаковок детских подгузников. По итогам социального проекта «Вместе сможем все» в 2006 году было передано 2 миллионам рублям нуждающимся детям. Программа «Стенд» отпраздновала свое десятилетие, поэтому случай ведущей программы Евгений Енин издал свою первую книгу. Дау разговорной программы, в основу которой как раз и легла десятилетняя история программы. 2007 продолжает работу социальный проект «Вместе сможем все» вести благотворительный телемарафон приезжает ведущая Юлиана Ашахова. В апреле генеральный директор телекомпании Вячеслав Луговых и обозреватель «Четвертого канала» Евгений Енин стали членами Академии российского телевидения. В октябре прошел фестиваль новейшего российского кино для своих. Также в октябре состоялась премьера проекта «ЕКБ времен КГБ. Декабрь». Традиционная общегородская премия «Новогодний огонек». Зрители «Четвертого канала» смогли сделать город ярче, а наступление Нового года еще праздничней. 2008 в феврале и марте «Четвертый канал» провел конкурс «Наши любимые папы и мамы». Апрель. Запуск четвертого этапа социального проекта «Вместе сможем все». Июнь. Четвертый канал запускает специальный проект «С нами. Лето. 2009. Февраль-март. Поздравь ТВ. Я тебя люблю». Реализован новый проект в рамках уже известного интерактивного канала «Поздравь ТВ». Приуроченный к трем теплым праздникам. Дню всех влюбленных. Дню защитника Отечества и 8 марта. Апрель-май. Проведена весенняя промо-компания «Весну делаем мы». С участием ведущих четвертого канала. Июнь. В эфир программы «Утренний экспресс» вышел интерактивный проект «Чемоданное настроение». Сентябрь. Информационная программа новости четвертого канала отметила 15-летие. Канун Нового года на четвертом канале прошло вручение премии «Герой года». О действительно героических поступках сообщали зрители. Они же выбирали победителя. 2010. С января в эфире четвертого канала появились программы сетевого партнера телеканала «Сим ТВ». С марта стартовал проект «Новые выходные». В апреле программа «Утренний экспресс» отметила свой юбилей. Осенью четвертый канал становится участником проекта «Нескучный сад». Ведущие сотрудники телекомпании вышли на субботник в Малоистокский детский дом, чтобы помочь привести в порядок территорию Большого парка. С началом нового сезона на четвертом канале появилась новая программа об интернете и гаджетах «Айвойска». А в новостях четвертого канала новый ведущий Илья Мелихин. 2011. С января 2011 года четвертый канал отказывается от большинства программ, которые производят продакшн-студии. Предпочтение отдается продукту собственного производства и программам сетевого партнера телеканала «Семерка». Весенний проект «М» плюс же показал, кто лучше, быстрее и качественнее может справиться с заданием мужчины или женщины. Программа «Утренний экспресс» побеждает в конкурсе «Тафи-регион». Музей четвертого канала, созданный специально ко дню рождения, становится участником акции «Ночь музеев». Осенью на четвертом канале прошел проект «Школа телеведущего». На кастинг было прислано более 600 заявок от зрителей. Из них экспертная жюри выбрала четверку, которой предстояло пройти обучение всем премудростям телевизионного мастерства. После пяти недель обучения каждый из участников проекта провел эфир вместе с действующим ведущим «Утреннего экспресса». Зрители выбрали тех, кто останется в эфире программы и сейчас в эфире «Утреннего экспресса» работает выпускница «Школа телеведущего» Анна Ширяева. Новогодний проект четвертого канала «Хоровод подарков» объединил организации Екатеринбурга, которые не только любят получать, но и обожают дарить подарки. 2012. С января 2012 года четвертый канал полностью перешел на собственное программирование. Весенняя акция «Весну делаем вместе» взбудорожила город. Четвертый канал помог горожанам избавиться от гор ненужной бумаги в домах и офисах. В городе работали три «Газели», а все желающие могли принести макулатуру к зданию, где находится телекомпания. За один день было собрано 14 тонн макулатуры. На вырученные деньги четвертый канал приобрел саженцы сиреней. В Екатеринбурге стало на один сиреневый сквер больше. Очередной благотворительный телемарафон «Вместе с мужем все» прошел 2 июня. Каждый мог помочь детям, просто отправив СФМС на специальные номера. Каждый мог принести подгузники, которые в этот же день были отправлены в детскую больницу и дом ребенка. В сентябре 2012 года на четвертом канале стартовал новый сезон. В эфире появились новые программы «Проверка слуха» и «Проверка вкуса». По субботам начала выходить киноколлекция Дарьи Донцовой. А любители всего загадочного теперь могут смотреть знаменитые сериалы канала «Дискавери» о паранормальных явлениях и НЛО по выходным в 21 час. В октябре 2012 года четвертый канал стал принимающей стороной конкурса «ТЭФРегион». В Екатеринбурге были объявлены финалисты конкурса по направлению «Информационное телевещание». Четвертый канал вышел в финал в двух номинациях. Новости. Итоги недели. Как лучшая информационная программа, Евгений Еенин стал финалистом в номинации «Интервьюер». 2013 Екатеринбург присоединился к всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк». Организатором акции в Екатеринбурге стала телекомпания «Четвертый канал». В течение последней майской недели зрители «Четвертого канала» стали участниками социального проекта «Вместе сможем все». А 1 июня прошел традиционный сбор детских подгузников. 2014 в мае «Четвертый канал» вновь занимается организацией гражданской акции «Бессмертный полк». В этом году участниками шествия становятся около 7 тысяч жителей Екатеринбурга. Благотворительный телемарафон «Вместе сможем все», проходивший в эфире «Четвертого канала». В течение недели в очередной раз объединил тех, кто нуждается в помощи и тех, кто может эту помощь оказать. В августе утренний экспресс провел кастинг среди школьников младших классов для проекта «Погода к школе». Четверо ребят, прошедших конкурс, познакомились с тонкостями работы ведущего прогноза погоды и в течение месяца рассказывали о хорошей погоде в эфире «Утреннего экспресса». Осенью на «Четвертом канале» прошел первый фестиваль карманных фильмов. Свою работу можно было снять на любое мобильное устройство. За четыре фестивальные недели в официальную группу фестиваля было выложено 200 роликов. В голосовании за финалистов приняли участие 3 382 человека. Лучшие фестивальные работы были показаны в телеэфире. 2015 Утренний экспресс Первая утренняя программа Екатеринбурга отметила свое 20-летие праздничной акции «Сделай селфи с утренним экспрессом». 1 апреля 4 канал представил зрителям своего сетевого партнера. В эфире «Четверки» появились программы телеканала «Пятница». 9 мая гражданская акция «Бессмертный полк» организации, которой занимается 4 канал, собрала рекордное число участников. На главную площадь города вышло около 15 тысяч человек с портретами своих солдат. Канун Дня защиты детей вновь прошел традиционный благотворительный телемарафон «Вместе сможем все». В ноябре на 4 канале стартовал второй фестиваль карманных фильмов.